Всем привет, это канал Хочу Жить. Признали зависимость свою, что делать дальше? Давайте об этом поговорим. Итак, я всегда говорю, признать надо зависимость свою. И только тогда начнется борьба с алкоголизмом. Только тогда человек одолеет 60% и останется у него 40%. Это моя книжечка, я уже ролик снимал, когда зачитывал ее. Сейчас я не буду зачитывать. Сейчас я расскажу вам, как, что делать. Надо чем-то занять свой мозг. Вот вы завели блокнот, и в него надо записывать каждый день ваши чувства, что с вами происходит. Вот здесь я записывал, что у меня агрессия, депрессия, потому что я раньше бухал, и сейчас не могу смотреть, как другие пьют. Это когда друзья приходили ко мне. Происходит осознание того, что алкоголь – это яд. И потом дали тут какие-то страницы, и срыв через день, через два, через три. Вот записывать надо все, что с вами происходит, все мысли. У меня было полегче, у меня было такое хобби своеобразное. Когда я бросал пить, я занимался трейдингом. То есть биржа, торговля на бирже, игра на бирже, слышали, может быть, что-нибудь. И там надо, чтобы мозг постоянно думал. И мой мозг постоянно был занят, он постоянно думал. Я часами сидел и смотрел на эти графики, целыми днями сидел, смотрел. Там очень нужны мозги, там чего только стоят линии Фибоначчи. Фибоначчи – это был такой математик. Вот на основе его линий каких-то, которые он придумал, там базировалась стратегия какая-то, не одна. И вот эти линии я очертил. Ну, давно уже было. Потом я понял, что это слишком рискованно, азартно. В общем, я занялся другим. Я занялся спортом. Потом завел YouTube-канал. И мне это гораздо интереснее, чем вот этот трейдинг. У меня просто нет банальной столько времени. Это раньше, когда я был прикован к постели, я сидел, смотрел. Мне не надо было никуда. А сейчас я двигаюсь туда-сюда, у меня полно дел. Поэтому я не могу на одном месте сидеть много времени. Необходимо найти хобби. Да, опять хобби. Я постоянно буду про него говорить. Обязательно должно быть хобби. Должно быть чем-то, чем заняться. Вот, допустим, вы раньше в детстве играли на каком-то музыкальном инструменте. На гитаре, на гармонии, на пианино. И, допустим, вам это нравилось, вы ходили в музыкальную школу. Ну, просто я многих знаю, кто ходил в музыкальную школу. Ну, их родители-то оставляли ходить. То есть самим особо не нравилось. Но если вам самим нравилось это, и у вас получалось, то можете опять возновить, посвящать своему хобби хотя бы 15-30 минут в день. Но это мне было немножко полегче бросить пить, потому что я как бы ограничен в движении. У меня нет ни работы, ни ничего. Я сижу дома прикован, так сказать, к дому. И поэтому мне было легче бросить пить. А люди ходят на работу, ходят по делам, встречаются с друзьями. Так вот, первое время, первые три месяца, когда происходит отказ от алкоголя, это самые тяжелые три месяца. Да, тяжело будет полгода, год, но три месяца это вот самые тяжелые. Я никак не мог продержаться три месяца. И когда я их продержался уже, даже два, по-моему, я продержался, потом уже я и три, и четыре, и стал легче. Так вот, эти три месяца, не надо будет никуда ходить. Допустим, вот после работы все собираются зайти в бар. Но вы с ними не идите. Вы вас научитесь говорить нет. Вам придется это говорить. Вам придется сменить компанию. Да, пусть это ваши коллеги, но зачем с ними идти куда-то? У вас дела, скажите, сошлитесь на то, что у вас дела. Просто вам некогда. Отработали, идите домой. Три месяца надо всего этого избегать. Избегать различных праздников, застолий. Спиртное вообще в доме держать не надо. Эти три месяца. Ну и потом, конечно, тоже не надо вообще. Но это потом дело ваше. У меня вот стоит там вот столичка. Она стоит уже, я не знаю, какой месяц. Скоро будет год уже, как она стоит. И вот, она мне не мешает. Она для превьюшек, мне нужно фотографироваться. Делать фото на заставке. И вот, у вас будет первое время стресс, подавленное состояние, различные поводы выпить, причины выпить. Анализируйте ситуацию. Если вам плохо, всегда анализируйте. Включайте свое сознание. И проанализируйте ситуацию. Любую ситуацию. Что бы ни случилось. Как бы плохо вам ни было. Во всем есть экономерность. Вот некоторые факторы срыва. Это, допустим, кто-то близкий умер. Или родственник, или очень близкий, знакомый, друг, я бы сказал. Это один из факторов срыва. Когда умирает близкий, то тут как бы легко сорваться. Вот приведу свой пример. У меня племянник повесился. И когда я узнал о его гибели, мне позвонила мама. И когда она сказала, я уже был готов к этому. И поэтому я не ощутил такого сильного стресса. Да, было внутри что-то такое. Ну, не объяснить это. Потому что я знал, к чему это приведет его пьянки, его наркотики. Когда я узнал, что он сидит на соли. Это где-то был в марте месяц того года. А в апреле он уже повесился. То я подумал, все, месяца 3-4 ему. Больше он не проживет. То есть я уже был готов морально. И когда я узнал новость о том, что он повесился. Для меня это не было сильным таким потрясением. Я знал, ну, просто то, что он повесился, это меня как бы застало врасплох. А так я знал, что он погибнет. Следующий фактор срыва это сократили на работе. Если вас сократили на работе, тут же, сразу же, начинайте искать новую работу. Прямо можно в этот же день. Никаких отсрочек, посиделых дома, там подумать. Нет, сразу искать работу нужно. Про все объявления прошерстить, ездить. Просто на собеседование ездить, везде ездить. Устраиваться, узнавать, срывать объявления. Узнавать, лично подходить. Смотря что вы умеете. Какая у вас профессия. Следующий фактор срыва это что-то произошло. Что-то потрясло ваш организм. Помимо гибели близкого, что-то полегче. Но тоже тяжело. Допустим, вы посмотрели какую-то новость. Где-то вы живете, допустим, в Москве. А вы увидели, что где-то в Якутии пожар случился. Погибло там несколько человек. И вот вы из-за этого переживаете. Ну вот зачем это переживать вам? Наш организм это сложная машина. В котором живет 4 килограмма бактерий. А мозг это как командный центр этой машины. Вот когда вы посмотрели новости про эту самую Якутию. Про этот пожар. От командного центра сигнал поуподанной тревоге. Сигнал тревоги в организм. Организму неизвестно, что там творится. Почему мозг нервничает. Почему сигнал тревоги послал всему организму. И организм начинает мобилизоваться. Организм начинает жутко кортизолить. Кортизол это разрушение организма. Кортизол это гормон стресса. Сердцебиение очищается. Пульс становится выше. Давление может подняться. В кровь выделяется огромная доза адреналина. Организму кажется, что что-то опасное. Что-то происходит серьезное действительно. А вы всего лишь посмотрели новости. И понервничали. Вот не надо переживать из-за этого. Это тоже один из факторов. Следующий фактор стрева. Это совершили какую-то важную покупку. Какую-то, которую давно хотели. Дорогую. И как надо по стереотипу обмыть эту покупку. Но помните, что это всего лишь стереотип. Что не надо ее обмывать. Кто хочет, пусть обмывает. Но где-то в стране от вас подальше. А вы порадуетесь за то, что приобрели эту вещь. Также еще один фактор стрева. Это рождение ребенка. Да, рождение ребенка это радостное событие. Но вы поставьте ее своим друзьям, ближайшим. Поставьте им несколько бутылок водки. Пусть порадуются они за вас. Но вам не надо это делать. Не ходите никуда с ними отмечать. Просто купите водку, отдайте им. Пусть они идут. Также избегать нужно всех праздников. Любых праздников, любых застоль, мероприятий. А если же у вас день рождения. День рождения у вашей супруги, допустим, супруга. То проведите его в трезвости. Как было у меня, когда я бросал пить. У меня шел уже третий месяц, когда я не пил. Но я перед этим очень много сорвался. А тут мне удалось три месяца продержаться. А я же говорю, три месяца это самое тяжелое. И у моей жены день рождения было. И юбилеи, и гости ожидались. Ну и если беспорядка не избежать, его нужно возглавить. Так я подумал. И придумал конкурсы различные. Я за месяц начал придумывать. Сейчас я их придумываю гораздо быстрее, если что-то нужно. Но тогда я был еще неопытный. И придумывал их. За месяц начал придумывать. Ну, в итоге получилось очень классно. Гостям все понравилось. Ну, конечно, немножко я первый раз немножко запинался кое-где. Но в целом все получилось очень хорошо. Все веселились, радовались. Получились очень смешные конкурсы. Всем понравилось. И я не сорвался. Это мне не было тяжело. Это было очень легко. Я увлекся, мой мозг увлекся тем, что был ведущим этих конкурсов. И не тянул вообще нисколько. Сначала, когда там гости только приходили, меня тянул к алкоголю. И я так сидел такой, ерзал. А потом, когда начались конкурсы, тоже я немножко растерян. Но друзья меня поддержали. И все пошло. А потом и вовсе я вошел во вкус и забыл про алкоголь. Это был канал «Хочу жизнь». Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, дизлайки. Пишите комментарии. Всем пока.